Особое внимание Войчарю уделяется закалке тела и повышению его ударовыносливости, а также ударной закалке рук и ног, превращая их даже в защитных действиях в настоящее разрушительное оружие. Для такой наберки используются особые методы тренировки. Например, в Додзюсенсе этомайосе находится вот такой незамысловатый деревянный столб. Додзюсенсе часто тренируется в упражнениях на набивку, начиная вот с таких вот простых движений и цейкен. Потом движения и уракотэ, это обратная сторона запястья. Почему именно это место? Потому что это основное место, в котором в Войчарю делается блок. Набивка тела в Войчарю является практически визитной карточкой стиля, иногда формируя не совсем верные представления у людей, что называется неподготовленные. Становясь свидетелями оглушительных демонстраций разбивания всевозможных предметов, легко можно забыть, что Уэчарю является многослойной системой, в которой весьма и весьма непросто разобраться даже за несколько лет занятий. Но стоит помнить, Войчарю – это не спорт, а настоящая боевая система, относиться к которой нужно со всем уважением и осмотрительностью. Далее, такое характерное для Войчарю, исключительно для Войчарю, движение бочкен – это первый фалант большого пальца. Набор всех техник направлен на быстрое и весьма жесткое уничтожение оппонента. Практически все удары наносятся по точкам, стремясь причинить наибольший урон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот такие виды китае-набивки обычно студентам не объясняют, потому что, в принципе, достаточно такая кропотливая техника, болезненная. Но в частном порядке, если кого-то это интересует, то сенсей может объяснить, показать, в какой последовательности и как это делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изучение техник набивки в среднем начинается с уровня 3-й дат. Связано это с тем, что для получения такого уровня требуется около 20 лет тренировок. Это как раз то время, за которое можно закрепить правильное дыхание и освоить практически всю технику стиля на необходимом уровне, чтобы серьезно приступать к изучению таких жестких методик тренировки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Общаясь с НСМ Ракаки в зале, у меня часто складывалось впечатление, что основная задача ООЧРЮ – сделать всесторонне развитого, крепкого телом и духом воина, очень близка максималистично настроенным европейцам и американцам, и при этом чрезвычайно далека от них. Посудите сами. Нам, привыкшим браться за все и сразу, получившим доступ к мощному оружию, очень сложно понять, почему мы можем только рассматривать это оружие, а начинать учиться пользоваться только через 20 лет тренировок. Но сдается мне, что в этом и заключено великое наследие мастера Канбуны Уэчи, ведь за 20 лет можно многое понять, осмыслить, и путь оружия уже становится путем понимания. Ведь не каждый дойдет до такого. Изо дня в день скучно и методично бить по гольне вот такой бейсбольной битой. Это уже не просто тренировка по каратэ, а форма медитации. Канбуны Уэчи Каратэ, меняясь с остальным миром, теряет ярко выраженную боевую направленность, передавая и отстаивая традицию усилиями энтузиастов всего мира, старающихся понять природу как каратэ, так и окинавской культуры и образа мышления, без которых многие секреты каратэ так и останутся секретами. Конечно, каратэ меняется, и этому способствует время. Ведь когда каратэ только зарождалось, времени на тренировки было больше. Были и дневные, и вечерние тренировки. Да и на окинаве не было такого изобильной развлечения, как сейчас. А сегодня многие люди работают с утра до вечера, проводят почти все время в офисах, они уже не могут уделять столько времени каратэ, как, может быть, им самим и хотелось бы. Все это сказывается на качестве каратэ, но главное – не потерять дух, основные принципы, заложенные в нем предшествующими поколениями мастеров. Ведь, пожалуй, главное – это упорство и трудолюбие, а не спортивные достижения и награды. И все же вернемся к главному вопросу нашего фильма. Что же такое боевое искусство? И, пожалуй, наилучшим ответом будет, что это путь изучения и изменения самого себя. И злоба, и страх, и ярость – все это срождение свойственно человеку, порой толкая его туда, где пожестче, да посильнее бьют и нападают. Но именно каратэ учит обуздывать эти чувства через трудные и порой монотонные тренировки. Перемалывать их на внутренние мельницы спокойствия, проходя путь от ремесла к искусству, именуя кровавую битву «творить совершенство». Главное, успевая за бешеным темпом современного мира, не растерять драгоценный опыт предшествующих поколений, а сохранять его и приумножать. И окинавцам это удается. Я знаю, как развивалась очередь, откуда она пришла, как она развивалась, кто ее развивал. И я знаю, как поступать, чтобы не, во-первых, не изменить стиль, чтобы стиль не изменился. То есть я знаю, как ошибки не совершать, чтобы не изменить своему стилю. Поэтому так мирно и соседствуют каратэ и кабудо. Не просто в окинавской культуре, а в окинавских дотсио. Не разделяя, а обогащая, даря новую тему для размышлений и поисков. И тогда можно с полной уверенностью сказать – каратэ – это жизнь. Поэтому вся моя жизнь, она уже пересекается с каратэ. Благодаря каратэ изменилась моя жизнь. Как бы я что бы ни делал, я по жизни все каким-то образом имеет влияние каратэ. Это не только свое личное постижение, обучение. Опять же, это изучение человеческих отношений, отношений между окружающими людьми. Как бы ни менялись времена, как бы ни менялся мир и общество, с уверенностью можно сказать – как окинавская каратэ в целом, так и стиль Гоя-Черю в частности будут развиваться, формируя новые доти по всему миру, поражая людей, заставляя их стремиться к беседе, как с самим собой, так и со своими учителями и коллегами. А беседа подразумевает умение не только говорить, но и слушать, а значит слышать, значит понимать. И нельзя понимать, не гнушась никакими доводами, нельзя понимать, не желая услышать, нельзя услышать, перекликивая друг друга, нельзя беседовать с врагом. И это путь, путь познания трудного и тернистого, а значит путь ошибок и падений, но возможности оставаться человеком, совершенствоваться и открывать новые границы бесконечного мира окинавских боевых искусств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова